Сейчас идёт программа «Поедем-поедим». Вот смотрела. Там показывают, как бараньи ножки делать с грушами. Всё понятно. Не каждому это... Не то, что доступно, а не каждый это сейчас может пойти и сделать. И я думаю, что же мне приготовить? Как программа тоже. Пойду-ка я и поем. Моя программа называется. Пойду-ка я и поем. Я решила сегодня приготовить очень простой обед. Можно сказать, обычный обед крестьянский. Я решила приготовить сегодня драники. Сегодня будут у нас драники. Для этого... Что нам нужно для драников? Для драников нам нужен картофель, который я вот почистила. Я вам покажу. Для драников нам нужна мука, одно яйцо, соль и подсолнечное масло. Когда мы будем жарить, нам нужно будет подсолнечное масло. Еда очень простая. Доступная. Да, еще сметана. Потом я еще поставлю сметану. Еда очень простая, доступная, бюджетная. Сейчас такая пора, что... В общем, везде много картофеля свежего. Люди выкопали свою картошку. В магазинах очень много картофеля разного. Вот такая вот у меня терочка. Маленькая, аккуратненькая терочка, с помощью которой я буду крутить дубль номер два. Вот такая вот у меня маленькая, аккуратненькая терочка, с помощью которой вот на этих вот маленьких зубчиках я буду натирать свой картофель. Обед готовится, вернее, это блюдо готовится очень быстро. Главное натереть, все добавить, перемешать и быстренько на сковородку жарить и употреблять. Что мы сейчас будем с вами делать? Вот такой вот несложный набор продуктов нужно для того, чтобы приготовить драники. Картофель, яйцо, еще раз хочу показать, мука, соль, терка и все. и подсолнечное масло и потом уже сметана, когда все приготовится, пожарится. Ну что, осталось только натереть картошку. Итак, моя картошечка уже натерта. Я сейчас добавлю сюда яйцо, муку, соль и буду все тщательно перемешивать очень быстро. Сковородку сейчас я поставила на плиту, включу сковородочку и начну жарить свои драники. Добавляю яйцо, мука и соль. И все перемешиваю. Я думаю, что, да, я не то, что думаю, я уверена, это не вредная еда. Картошка обычная, обычный картофель, картофельные оладушки, драники, как-то их еще там называют, деруны, может, еще какое-то название есть. В общем, вот так вот хорошенечко все перемешиваем. Немножечко даже можно попробовать. Можно еще чуть-чуть подсолить. Все, соль я тоже на глаз. Вот такой вот картофельный фарш. Можно даже тем, кто хочет похудеть, как я. Мы же не едим картошку с мясом, там, котлету с макаронами или там, котлету с картофельным пюре. Мы просто покушаем с вами драничков со сметаночкой. Тем более, это выходной день, суббота. Можно это дело нам. Вот я все это перемешала. Ой, чуть не вылила. В общем, я это все перемешала. И сейчас буду жарить. Драники я люблю. У меня дома все любят драники. Моя семья обожает их. Дети мои тоже любят. Мы все как-то. Я даже помню, когда мы раньше по молодости еще дома когда жили, ну, ребятишки маленькие были. У нас дача была. В сентябре копаем картошку, накопаем картофель, картошки накопаем, ну, как бы урожай соберем на даче, всю картошку выкопаем, проще так сказать. Отбирали хорошую картошку, картофель такой крупненький. И жарили, и делали деруны, драники. Но мы как-то в Сибири это не зовем дерунами, мы называли это просто драниками. Вкуснятина! В общем, всем худеющим, в том числе и мне, я разрешаю, сейчас такая пора, кушайте драники. Ну, конечно, кто любит. Так, все. Идем жарить драники. Пока жарятся мои драники, я вам хочу показать. Я покупаю масло для жарки. Вот, драников, там, оладышек, блинов. Вот такое масло беру. Вот. Масло беру по красной цене. вот такое вот. Вот видите? Вот масло. И масло очень хорошее. То, что у продукции находится, написано красная цена, это не говорит о том, что оно плохое или испорченное. Это такое уже приходит уже с базы, от производителя, скажем, вот это масло. Я покупаю, оно недорогое, оно там, по-моему, даже, сколько мы, 40 рублей, что ли, вот бутылка у нас стоит. Я, когда попадаю вот на такие вот, акции, я покупаю на жарку. Так, у меня там драники горят, побегу переворачиваю. Вот такие драники жарятся на моей сковородочке. Здесь еще пожарятся. Вкусненькие. Жарятся очень быстро. Прямо по минуточке с одной стороны, минутка с одной стороны, минутка с другой, и все. И драни готовы. Вот такие жарятся. Осыщение такое, не очень, но у меня вот такие вот красоты. И так, вот такая вот сметанка 20-ти процентная. Я стараюсь вот такую сметану брать. Продукция есть и молочка, и сырки всякие, все вот этой вот продукции. Вот такая вот сметана. сейчас мы ее откроем. Ух, хорошая. Красавица сметаночка такая прям вот видите, какая. Драники жарятся. Берем драник. Макаем сметану. Обалдеть! Как же это вкусно! Реально вкусно! Красота! И делаем новую порцию граников. Кто-то говорит некрасиво есть на камеру, чапкать. Кому-то нравится. Мне нравится. Даже когда показывают мукбанг, я с удовольствием смотрю. Мммм. в общем вот такие вот получаются драники. Драников будет очень много, потому что замес большой. Буду жарить где-то в течение еще наверное 30 минут. Ну вот уже вот такие драники. Вот такие хрустяшки. кто любит берите картошку, натирайте ее на терке, трите и обжирайтесь. Как это делаю я. В общем готовьте это блюдо. оно несложное, оно не такое калорийное. Это чистый картофель со сметаной. Покушайте и попьете там чай или кофе. Ну на ваше усмотрение. Просто это просто это вкусно. Кто-то делает еще их я знаю добавляют сюда фарш. Делают они как-то уже по-другому называются. Делают с фаршем. Но я не люблю. Я люблю вот такие обычные простые драники. Девчонки берем картошку и готовим. Пока вот такая пора. Даже вот так сделаю. Возьму банку сметаны, макну вот сюда и буду есть. Не надо мне писать, что это некрасиво, некультурно кушать на камеру и макать в общую банку. буду макать. моя банка. Все, пока. Готовьте драники, кормите своих любимых, свою семью и объедайтесь сами. я сейчас буду это делать.